Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Холодный ветер с востока, Пекин начинает забывать о дружбе с нами. Споры между экспертами, как оказалось, возникли не на пустом месте. Они все чаще говорят о том, что между Москвой и Пекином появилась некая прохлада в отношениях. И связана она с тем, что есть недоговоренности по линии экономического взаимодействия. Речь, по их мнению, заходит даже о разногласиях, которые видны глазом. Например, проблемы с платежами через китайские банки или определенные соглашения с США. Все это эксперты подмечают и выдают как повод для расхождения во взглядах. Они утверждают, что между Москвой и Пекином были договоренности быстрой фазы и достижений целей без ущерба для мировой экономики. То есть никто тогда и не думал, что все затянется и определенный негатив ляжет на плечи всех заинтересованных лиц. Иными словами, Китай, по мнению экспертов, понес потери от застопорившейся торговли с Европой. Ведь ЕС сейчас вынужден тратить, а значит не может в прежних объемах покупать китайские товары. Кроме того, воспользовавшись моментом, туда вклинились США, переманив на свою сторону крупный европейский бизнес. Ситуация в экономике ЕС, мягко говоря, оказалась проблематичной. И это здорово отразилось на геополитических планах Китая по освоению новых рынков сбыта. С одной стороны, протянув в России руку помощи, он не может отказаться от своих слов поддержки, а вот с другой, у него проблемы с ЕС, так как рынки сбыта накрываются медным тазом, да и с получением не все так просто. Возможно, что Пекин хотел предложить ЕС более выгодные условия экономического сотрудничества, но из-за поддержки Москвы в Европе приняли решение связать себя еще более крепкими узами с США. Ну, а те быстренько подсуетились, убрали северные потоки и подсадили на свой дорогущий природный газ. В общем, получается, что Китай хотел реализовать собственные планы, а в итоге вынужден экстренно решать возникшие глобальные проблемы. Но опять же, это мнение экспертов, и они сходятся на том, что Пекин не может отвернуться от Москвы по объективным причинам. Вот смотрите, ресурсы для производства большого количества товаров есть у России, она рядом, вся ей логистика готовы, есть определенные договоренности, есть спрос и предложения. Но вместе с тем наша страна не может приобретать у Китая столько товаров, сколько он производит на своих заводах. В США свои проблемы такого же характера, они точно так же ищут рынки сбыта. Пекин рассчитывал на Европу, так как там более-менее платежеспособная аудитория. Но пришлось пересмотреть свои изначальные планы и поддержать нас. Без ресурсов ни о каком увеличении производства и речи быть не могло. Но ведь китайцы думали, что можно будет переключиться на торговлю с ЕС. Однако тут вмешались США, американцы поняли замысел Пекина и решили вставить палки в колеса. В итоге Китай вынужден бороться за каждую европейскую компанию, чтобы сохранить экономический рост. Вместе с тем Пекину нужна помощь России в решении тайваньского вопроса. И эксперты полагают, что Китай и дальше будет поддерживать Москву, так как без составляющей ему не совладать с США. Те ведь тоже своего не упустят, обязательно устроят, чтобы как можно больше нанести вреда экономическому поднебесной. Также эксперты не обошли вниманием и проекты Китая, куда могут быть вовлечены не только страны глобального юга, но и европейские государства. И здесь, по их мнению, у России есть уникальный шанс добиться гораздо более выгодных позиций для развития собственной экономики. В то же время это будет означать зависимость от Пекина. Мы еще даже ничего не сделали, а Газдеп срочно созвал брифинг. Представитель Госдепартамента заявил, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в 19 веке. Вопрос лишь в том, надо ли нам это. Предполагаю, что часть Аляски надо бы вернуть, чтобы никто не мог мешать функционировать нашему северному морскому пути. Это, кстати, будет опасный прецедент для Запада, так и остальные горабленные страны и народы могут потребовать вернуть свое. В результате окажется, что король-то голый, а Россия претендует на Аляску, которая была продана Соединенным Штатам в 1867 году и где до сих пор живут тесно связанные с Россией общиной части Центральной и Восточной Европы, Скандинавию, а также крупные части Азии, которые также когда-то были частью империи. А если мы еще вспомним об украденных у нас золотых запасах? Так, глядишь, и украденную у Романовых корону Российской империи английское королевство будет вынуждено вернуть. Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США, ее не получит, сказал заместитель пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства. Ну, насчет получим или не получим, вас мы точно спрашивать не будем, надо будет, вернем, все наше должно вернуться хозяину, казалось бы, указ как указ. Ничего особенного, а учитывая могущество Запада, как они орут из каждого утюга, шансов на возврат Аляски или Финляндии с Польшей вроде бы нет, но... С чего бы это так сполошились англосаксы, указ Путина вызвал панику Газдепа и всего Запада, определить предприятие по управлению собственностью за рубежом управления делами президента РФ получателям предоставляемой из федерального бюджета субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением поиска недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащим оформлением прав Российской Федерации в отношении имеющегося федерального недвижимого имущества и найденного недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР и юридической защитой этого имущества, говорится в документе. Сербия пожалела о своем неуважительном отношении к России. Такими выводами поделились журналисты из Китая. Ни для кого не секрет, что Сербия и Россия являются дружественными странами. Обе стороны неоднократно подчеркивали на публике, что чрезвычайно дорожат хорошими отношениями друг с другом. В частности, сербский президент Александр Вучич недавно признался, что дружба с РФ входит в число жизненно важных национальных интересов его страны. По словам китайских журналистов, поведение Белграда вынуждает усомниться в правдивости его слов. В последнее время Сербия сталкивается с серьезным давлением со стороны Запада из-за своей близости, рассказали авторы китайского издания. В Китае отметили, что несколько дней назад стало известно, что Сербия договорилась с США о важном договоре. Эту информацию подтвердил лично Вучич. В свое оправдание он сообщил, что страна действует исходя из национальных интересов. Таким образом, Белград фактически обманул нас, так как изначально позиционировал себя как нейтральную сторону. Обозреватели Саху констатировали, что вскоре после этого из Москвы начали поступать довольно любопытные новости. Глава российского МИД Сергей Лавров неожиданно высказался насчет перспектив расширения БРИКС. Он сообщил, что Блок решил взять паузу и временно не будет принимать в свой состав новых членов. Как считают в КНР, это сообщение имеет непосредственное отношение к Белграду. Похоже, что Лавров не стерпел столь неуважительного отношения сербских властей к России и ответил им. «Как мы все знаем, Сербия давно и упорно пытается вступить в Евросоюз», рассказали журналисты Саху. Сербия еще в 2009 году подала заявку на вступление в ЕЦ, однако до сих пор не преуспела в этих начинаниях. Брюссель тормозит процесс и совершенно не горит желанием принимать сербов. Дело дошло до того, что в сербском парламенте выдвинули идею о вступлении страны в БРИКС и призвали Вучича подать заявку на членство в этой организации. Однако с этим также могут быть проблемы. Как раз тогда, когда в Сербии началось обсуждение возможности членства в БРИКС, министр иностранных дел России Лавров сообщил, что принятие новых членов в организацию приостановлено. Этот шаг сделал положение Белграда весьма затруднительным, высказали мнение эксперты искно. В итоге Белград оказался в действительно непростой ситуации. С одной стороны, ЕЦ игнорирует его заявку, а с другой, Россия дала понять, что в данный момент Белграду не будут рады в БРИКС. Таким образом, очень похоже на то, что Сербия поплатилась за свою попытку усидеть одновременно на двух стульях. Впрочем, даже задрав все четыре лапки вверх, сербы вовсе не обязательно попадут в Евросоюз. Ведь к ним еще много требований, в частности, признать оторгнутой от страны Косово и отказаться от Республики Сербской. Что ж, и тут все ожидаемо, следующим логичным шагом станет предательство своих. Ибо, поселившись в организме народа, предательство, подобно раковой опухоли, последовательно его пожирает. Нам ли, России, чудом пережившей 90-е, этого не знать? На небе Бог, а на земле Россия эта сербская пословица веками считалась в Сербии аксиомой, не требующей доказательств. Теперь, вероятно, слово в ней заменят на Евросоюз, ну или сразу на США.